Я хочу начать с того, что это уникальное место, где вы сегодня находитесь. Это удивительная методика, она единственная в мире, придуманная здесь доктором Борисовым. И эта маленькая клиника, это единственное место в мире, где можно вылечиться с ее помощью. В 92 году в России было 832 тысячи случаев зарегистрированных раковых больных. В 2011 году 2 миллиона 600 тысяч, у нас идет эпидемия, пандемия рака. Она очень простая для понимания. Дело в том, что раковая клетка отличается от нераковой только одним признаком, очень важным. Нераковая клетка имеет вход и выход. Она ест, потребляет из окружающей среды, из межклеточного пространства, витамины. Всевозможные вещества. И потом это все у нее выходит как отработанный продукт. А раковая клетка имеет только вход. Было принято решение попробовать, что будет, если ввести в организм человека хлорофилл. Обычный природный субтракт из растений. И оказалось, что хлорофилл это очень полезная в общем штука. И нераковые клетки с удовольствием его потребляют. Они выделяют оттуда витамины, кислород и наоборот оздоровляются. А когда он попадает в раковую клетку, он там накапливается. Лазерный луч стал проникать очень глубоко в организм, в этот момент импульс. И попадать именно в ту раковую клетку, где накоплен хлорофилл. И когда это происходит, хлорофилл начинает выделять кислород. А кислород самый большой яд для раковой клетки. Потому что он мечется по этой раковой клетке, не находя выхода, сжигает ее изнутри. Причем удивительное дело, когда запускается процесс в одной, в двух раковых клетках, происходит цепная реакция. Соседние клетки, наполненные хлорофиллом, начинают вступать в фотосинтез. Потому что мембраны проницаемы. И происходит удивительная штука. Вот эти раковые опухоли, они либо вообще рассасываются, либо уменьшаются в размерах. Безусловно, убирается всякая возможность появления метастаз. Потому что хлорофилл ищет просто отдельные даже маленькие глеточки, раковые по телу. Которые еще не формируют даже опухоль. Все равно они, подвергаясь воздействию вот этого фотосинтеза, убираются. Но еще последнее, что самое интересное. Проявление этого кислорода в организме человека, оно потрясающе влияет на состояние иммунитета больных. То есть, фактически, это еще является восстановлением иммунитета. И, кстати, контроль этого лечения производится по контролю специальных иммунных тестов. Сначала больной сдает кровь на структуру иммунитета, где сразу видно, что часть иммунной системы, допустим, гипертрофирована высока, а часть совершенно мала. Вот этот дисбаланс, который возникает после лечения и химиотерапии, и лучевой терапии, и, конечно, хирургии. То есть, люди больны. Раковые больные умирают часто после того, как им все вырезали. От того, что настолько ослабленный организм, они инвалиды. Поэтому главный эффект от этого лечения здесь, который мы заявляем, это реабилитация раковых больных. Сюда приходят люди, которые 20-30 раз прошли химиотерапию, вообще инвалиды просто. И уходят отсюда здоровыми людьми. Видите, Александр Иванович синхронизировал свое состояние сердцебиение, дыхание и тремор. И в этот случай, если направить лазер, вот даже он сегодня светит на его руку. А, вот сейчас мы вам покажем. Вы сейчас что делаете? Наносите полоску. Чего? Хлорина. Хлорина. Вот наносится хлорак, вот смотрите, на руку. Вот точно так реагирует, значит, хлорин, который введен в раковую опуху. И сейчас он начинает вырабатывать кислород, сейчас пойдет реакция фотосинга. К сожалению, клиника сколько в состоянии принять больных? 20 человек в день? 20 человек в день. И все. Это из тех самых 2 миллионов 600 тысяч, которые нужны мне. Скажите, доктор, хлорофил для организма не вреден? А вы каждый день его кушаете? Да, только он у вас, я так понимаю, в каком-то другом состоянии. Не, в таком же. В таком же? Да, только формула хлорофила. Почему же я не так дает? Потому что должна светиться. Да, но если бы, как говорится, у нас не было в желудочно-печечном тракте соляной кислоты, то мы бы были зелеными человечками. А так как у нас соляная кислота трансформирует хлорофил совершенно в новую форму, а после этого ферменты расщепляет, вот и все. У нас импульс продолжает 70 наносекунд, мы его даже не чувствуем. И потом, почему импульс на режиме? Вот вы берете гвоздик, вот я, например, взял гвоздик, начинаю толкать его в стену, он не входит. И я маленький молоток, там 30-50 грамм веса, тук-тук-тук, а он вошел. Вот это импульс на режим, чтобы вам было понятно. А почему именно датчик пульса дыхания тремлора набирается? Ведь клетка, как птенец, раскрывает клювик, и туда попадает кислород. Она опять его закрывает и спит, вот. То есть существуют какие-то временные режимы. И оказывается, все клетки нашего организма привязаны к нашему дыханию, то есть кислород мы загоняем в клетку, дальше идет что? Пульс систола диастерона. И если посмотреть на руку, мельчайшее отражение, это и есть тренлоры, отражение капиллярного кровотока. И когда здесь систола подогнала, мы положим к этой клеточке кислород, клетка открылась, и туда попал кислород. Понятно, да? Вот в этом весь принцип. То есть фактически прибор срабатывает только тогда, когда клетка готова к приему сигнала. Через компьютер это перерабатывается, и когда клетка открыта, туда попадает нужный нам сигнал. Понятно? А там уже находится хлорофилл, который ждет этого момента, чтобы начать вырабатывать кислород. Вот вся история, на самом деле, вы знаете. Отлично. И, конечно, здесь придумано очень много сегодня исследований. Необходим институцию. Необходимы не пять врачей, а пятьсот, а лучше еще, чтобы здесь была не клиника, а центр обучения. Потому что, как вы видели, на самом деле, методика доведена до очень простого, практического применения. Все вот эти штуки можно поставить в каждой поликлинике, ребята. Чтобы у нас не 2 миллиона 600 тысяч было больных, чтобы у России не было на 127-м месте в мире по медицине. Понимаете? Чтобы мы сделали скачок, чтобы мы объявили, что Россия единственная страна в мире, которая, во-первых, первая уже, можно сказать сразу, реабилитирует раковых, больных, прошедших вот эту экзекуцию страшную в своих странах. Это побольше денег, чем Газпром. Неужели это непонятно, что весь мир сюда поедет? Так выглядит монограмма больного рака. Так. Все это видите? Видите нарушение? Зелененьким выделим. Ну, на самом деле. Хорошо. Вот видите, организм всегда пытается компенсироваться за счет других отделов. Угу. У нас это и есть нарушение. Если мы в этом случае применим монограммуно-стимуляцию, то мы вот эти параметры выровняем, а эти улетят за умом. Совершенно правильную мысль. А вот скажите еще. Длинная монограмма соответствует монограмме больного со СПИДом. Потому что основа это снижение уровня CD4 хелперов. Но в данном случае нет вируса, есть рак. Я поняла. Это было 16 марта. Вот, да. Мы его пролечили в течение 9 дней и провели контроль. 20 апреля мы видим полное восстановление иммунитета. Самое интересное, что у этого пациента особенный рак, который обычно заканчивается летальным исходом через 6 месяцев. Через 6 месяцев у него просто рак они нашли, все рассоскался. Чаще бывает по-другому. Вот появляется женщина, у которой вот такие вот изменения. Они менее выражены, чем у этого молодого человека. Но женщина уходит на химиотерапию. Это штатальный метод лечения. Видите, какая катастрофа произошла? Обычно в этот момент идет метастазирование. И понадобилось целых 2 с лишним месяца для того, чтобы восстановить иммунограмму у этой пациентки. Вот она иммунограмма после восстановления. Но я хочу немножко обратить внимание, к чему приводит... Да, я поняла. ...к чему приводит химиотерапия. Поэтому наш метод разработан для поддержки организма человека, для реабилитации после таких тяжелых методов лечения, как химиотерапия, лучевая или оперативное лечение, после которого вы тоже должны восстановиться каким-то образом. Вот. Естественно, восстанавливая активный иммунитет, мы восстанавливаем фактическое здоровье человека. И не теоретическое, фактическое. Что бывает? Теоретическое здоровье? Ну, конечно, у нас же здоровье по стране считается, но статистическая... Средняя статистика. Причем, притом, ну, статистическая особенная наука, когда мы берем среднестатистического человека, например, один лежит на смерть на Модре, а второй там 100 метровку за 10 секунд пробегает. Значит, получается... В зрении получается, что он здоровый. Абсолютно получается, да. В зрении, они бегут за 15 секунд. Это есть хлорин Е, да? Е6. Е6. Такое название придумано здесь этому препарату. Сейчас он проходит сертификацию, этот препарат. Он абсолютно безвредный. Абсолютно. Ага, вот иди. Вот эти упаковочки. Вот вам пасолон. Вот такая упаковочка, это современная. Абсолютно.